За минувшие сутки в Уфе произошло 69 ДТП, а в четырех авариях пострадали 4 человека. Подробнее о дорожной ситуации в городе смотрите в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». Серьезное ДТП произошло сегодня в районе телецентра на пересечении улиц Закива-Леди и Гафури. Автомобиль BMW на большой скорости влетел в припаркованный белый внедорожник. Если проследить по видеокамерам движения BMW по улице Закива-Леди, видно, что начиная от пересечения с Карла Маркса он уже движется на приличной скорости, а ближе к телецентру начинает поворачивать налево и, не вписавшись в поворот, вырезается в стоявшей белой черри. Удар был такой силы, что внедорожник отбросило на газон. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. В случившемся разбирались представители госавтоинспекции. Еще одно ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутной «Газели» произошло сегодня на улице «50 лет октября». По кадрам с момента аварии непонятно, двигались легковые автомобили или стояли. Однако при условии, что уже издалека было видно, что полоса занята, водитель «Газели» мог заблаговременно предпринять меры для объезда препятствия. Почему он среагировал так поздно, непонятно. В ситуации предстоит разбираться с сотрудником ГИБДД. В результате аварии все автомобили пострадали достаточно сильно. Жуткую картину наблюдали уфимские автомобилисты 10 мая. На проспекте Салавата-Юлаева перед выездом на улицу Лесотехникума дорогу не поделили две легковушки. Видео последствий ДТП появилось в социальных сетях. Удар был такой силы, что отечественную легковушку развернуло на 180 градусов, а задняя часть автомобиля отлетела и оказалась в нескольких метрах от места аварии. Сообщения о пострадавших не поступало. После столкновения на проспекте Салавата-Юлаева собралась пробка, которую разгоняли дорожные полицейские. Также 10 мая в Стерлитамаке около пяти часов вечера возле Вечного огня на улице Худайбердина водитель автомобиля Лады Гранта на пешеходном переходе сбил молодую женщину с ребенком. От удара пешеход отлетел на несколько метров. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в первую клиническую больницу Стерлитамака. Двухлетний ребенок в ДТП чудом не пострадал. Сообщили в ГИБДД.